Четыре года есть это размышление. Оно все больше и больше. Больше и больше. Больше и больше с каждым днем. Получается, действительно, уклон идет в ту сторону. Уклон, да, в ту сторону. И отсюда намокание идет. Там потому что все размокло, оно сохнет, потом снова размокает все вниз, вниз, вниз. Жалобы жителей разваливающегося дома на Вагнера наконец-то услышали. Люди боятся ходить душевые и отпускать туда своих детей. То и дело, штукатурка с потолка осыпается. Когда вот идешь в душ мыться, там все трещит. То есть слышно, как вот эти вот кирпичи все, они отваливаются. С детьми ходим в туалет, в душ, что страшно. Смотрим за ними, пока они свои дела сделают, и все, и уходим. Мы уже рассказывали об огромной дыре в доме. После нашего материала приехали сотрудники прокуратуры и госжилинспекции. На осмотр дома приглашали и управляющую компанию. Но проверяющим пришлось дозваниваться до руководителя УК. Директор компании приехала лишь спустя час. А если рухнет, действительно, не дай бог. Если рухнет, то всю ответственность перекладут на вас. Я это все понимаю. И оно там уже видно, что я вот сейчас стоял, на меня посыпалось сверху. Как и во время прошлой съемки, директор УК объяснил, ремонт дыры в их обязанности не входит. Это капитальный ремонт, а поэтому жители должны сами обращаться в администрацию. Здесь конкретно капитальный ремонт. Здесь сколько процентов от фасада. Здесь конкретно, если даже Юлия Владимировна говорит, что это капитальный ремонт. Это конкретно капитальный ремонт. Я не вижу капитального ремонта. Здесь получается одна сотая фасада. Вам не говорят о том, что восстановить полностью фасад. Объяснение руководителя УК проверяющих не устроили, ведь повреждения стены могут быть опасны для жизни людей. Прокуратура района будет приняты меры, будет внесено представление о немедленном устранении допущенных нарушений, а также в отношении должности с управляющей компанией будет возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь проводить ремонт придется в экстренном порядке. К тому же ответственному сотруднику УК нужно будет заплатить штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Ренат Баяков, Дмитрий Бачко, Андрей Грещук, 31 канал.